Германифетический анализ компании Лимонского Ордена по материалам хроники не против язычников, а в целом. На это меня натолкнули некоторые вопросы, которые вызваны работой над этой хроникой. Изначально я работал над контекстом употребления некоторых конкретных дат, однако в ходе дальнейшего исследования появились некоторые вопросы к идеальным моментам, к событиям, описанным в этом источнике. Хроника Ливонии Германа Бартберга наряду со старшей и младшей рифмованными хрониками является одним из немногих источников, которые описывают историю средневековой Ливонии второй половины XIII, XIV веков в целом, и Ливонского Ордена. Ливонский Орден — это часть Стефтонского Ордена в частности. Источниковический анализ текста этой хроники получил незначительное внимание. За исключением немецкого историка второй половины XIX века Эрнста Штрельке, издавшего памятник, а также давшего анализ упомянемых географических и хронологических сведений, и современного эстонского исследователя Анти Селарта, изучавшего литературную ценность хроники, внимание исследователя привлекала в первую очередь фигура создателя источника Германа Бартберга. Возможно, определенную роль в этом сыграло мнение о недостоверности событий, изложенных в источнике. Поскольку Бартберг присутствовал при дворе Ливонского магистра примерно в 1340-1370-е годы, то у исследователей возникали некоторые сомнения касательно того, насколько достоверно сведения, предоставляемые Бартбергом, о событиях XIII и начала XIV веков. Однако, собственно, в рамках подхода исторической германафики для нас становятся важными не столько факты достоверности тех или иных событий, сколько значения, которые вкладывал в них автор, проводя с параллелью со священным писанием и, следовательно, авторская точка зрения. Одновременно с этим, в плане изучения культов святых средневековой Ливонии, особую важность приобретает чистота и значимость событий, упоминаемых под днями празднований конкретных святых или конкретных праздников, поскольку мы таким образом можем определить, собственно, значимость тех или иных празднеств или святых в духовной жизни региона. Ну и, собственно, в данном докладе постараюсь проанализировать несколько отдельных моментов военных действий, описываемых в источнике, которые позволяют нам приблизиться к точке зрения автора. Здесь имеются в основном параллели хроники со священным писанием, а также выделение авторам конкретных церковных праздников и дни поминания святых. Ну, начну, собственно, на мой взгляд, параллелей со священным писанием. Согласно источнику, в 1343-1344 годах жители Эстонии, а конкретно жители окрестностей Ревеля и Эзеля, отступились от веры и восстали против христиан. Для нас в этой связи становится интересным указанное Бартбергом число язычников, погибших в ходе этих событий. 12 тысяч погибших по Доривелям и 10 тысяч по Дейзелям, соответственно. На мой взгляд, в первом случае явно проводится параллель с Ветхим Заветом, а именно с книгой Иисуса Новина, глава 8, стих 25. И падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 тысяч. В данном библейском моменте говорится о хананцах, падших от рук израильтян. Во втором случае сравнение со священным писанием сложнее, поскольку само число 10 тысяч, или по-русски тьма, очень часто это продумывается, в последствии стало синонимом нечислимого множества. И все же, на мой взгляд, его вполне можно отождествить с конкретным Ветхозаветным эпизодом. Согласно хронике, восставшие эзельцы пытались найти убежище в построенном ими бревенчатом укреплении. Однако ливонское войско, объединившись с вспомогательным прусским отрядом, взяло это укрепление штурмом, где и избило известно нам число язычников 10 тысяч. Возможно, здесь имело место сравнение с эпизодом из второй книги Маковея в главе 11, стих 19. Посему досифей и сосипатор из бывших с Маковеем вождей отправились и побили оставленных Тимофеем в крепости людей более 10 тысяч. Еще один момент. Употребление числа 10 тысяч в хронике, обозначающий потери язычников, литовцев и союзных им русских в сражении против христиан, относится к битве и пристребине в день очищения Марии 1308 года, 2 февраля, условно говоря. Здесь, представляется, идет параллель с эпизодом из книги Судей, глава 1, стих 4. И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Ферзеев в руки их, и побили они из них в языке 10 тысяч. На наш взгляд, в первом случае, в случае числа 12 тысяч, Вартберг савнивает ливонцев и помогавших им тевтонцев, соответственно, которые, по сути, заново завоевывали обозначенные провинции с израильтянами, которые были ведомы Господом в обещанные им земли. Соответственно, Ливония и Ливония, с язычниками которыми они сражались, и Литва, с которыми они тоже дрались, становятся для орденских братьев своеобразной землей обетованной, что лишь усиливает оправданность претензий на эти земли тевтонского ордена. Свет также заметит, что одно из первых употреблений числа 10 тысяч, одно из первых библейских употреблений этого числа, принадлежит книге Левит, глава 26, стих 8, где Господь обещает израильтянам, что пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч, или тьму в русском переводе, и падут они, то есть ваши враги, от меча. Ну и таким образом, применение числа 10 тысяч в описаниях проезженных врагов, помимо прочих смыслов, может означать также благоволение и покровительство Господа к тем, кто прогоняет эти десять тысяч. И, собственно, наконец, неизбежное, как мы знаем далее по Ветхим Завету, поражение, скажем так, неверных, демонстрирует, что местные, то есть ливонские и литовские язычники, по имени Варетберга, также неизбежно падут перед, если так можно выразиться, избранным народом в лице воинов ордена. Сопоставление братьев ордена с воинами маковеев несколько сложнее. Думается, что таким образом война с неверными изображается похвальной и богоугодной, ибо тевтонцы и ливонцы, получается, сражаются свою честь и веру с язычниками, а эти язычники желают заставить их отречься от Бога. И таким образом, победив и уничтожив врага с небесной помощью, братья ордена, тем самым очищают всё осквернённое язычниками, все земли, и вновь, собственно, восстанавливают мир в своей земле, как восстанавливают его ветхозаветные защитники и исповедники истинного веры Маковеи. Интересными также видятся несколько эпизодов изображений в хронике христиан-отступников, которые воюют с католиками, ну, можно сказать, со своими собратьями по вере. В двух, независимых друг у друга эпизодах военных столкновений этих, скажем так, отступников, то есть, получается, не католиков или неправильных католиков, с тевтонским орденом, то есть, где в роковорской битве ливонцев с русскими, то есть, католиков с православными, и походе тевтонцев на земли Краковского короля, то есть, католиков на, скажем так, не всем правильных католиков, Они, то есть христиане-отступники, теряют в каждом из этих эпизодов по пять тысяч человек. Предположительно, этим числом автор созревает нас к отрывку из книги «Судьи». И побили еще израильтяне на дорогах пять тысяч человек. Павшие в этом библейском эпизоде люди пять тысяч человек, сыны Вениаминовы, одно из колен израилевых, они сражались против всех остальных колен и едва не были полностью уничтожены. Представляется, что эта цитата Вартберг сетует на братоубийственную войну в войну между христианами, напоминающую усобицу сыновей Вениаминовых со всеми остальными коленами сынов израилевых. Христиане-отступники по тексту хроники терпят поражение от тефтонцев, что лишний раз подчеркивает, на честь стороне находится Господь. Однако в этом моменте можно найти также и положительную нотку, потому что известно, что колено Вениаминова не было полностью уничтожено и впоследствии стало неотъемлемой частью израильского царства. И так, что, возможно, Вартберг надеется на воссоединение в будущем христианского мира и на прекращение внутри него вражды, как подобная история ветхозаветного воссоединения колен израилевых. И также, на мой взгляд, не менее важными видятся и обстоятельства, сравнительно часто упоминания в источнике праздника очищения Блаженной Девы Марии, приходящегося на 2 февраля. В православной традиции этот праздник известен как Срятение Господне, а в католическое – как очищение Девы Марии, в Пурификацию Баата Марии Вергенис, а по тексту источника – либо Пурификацию Марии, просто очищение Марии, или просто Пурификация, то есть просто очищение. Несколько поясните эту дату. Согласно иудейской традиции, на 40-й день после рождения первенца мужского пола его мать должна была привезти этого первенца в храм и принести очистительную жертву за себя, а также, собственно, эта жертва носила значение выкупа за младенца, поскольку по закону Моисея все мальчики, особенно первенцы, которым являлся Иисус, принадлежали Богу. На протяжении всей хроники Ливонии христиане в лице Тевтонского ордена девять раз сражаются с язычниками-литовцами в этот день, притом восемь раз из этих девяти поход в языческие земли инициируется непосредственно орденом. Вероятно, Вардберг таким образом хочет показать, что христиане, если проводить, параллельясь с праздником, стремятся принести язычников в жертву, в жертву значений дара Господу, посвятив Ефрему, то есть обратив христианскую веру. На это предложение на основе также и особенность праздничного богослужения в день очищения Марии в католическом обряде, где с XI века использовался чин освящения свечей, свечей, которые символизировали Христа как свет к просвещению язычников. Свет к просвещению язычников — это слова праведного Семена, которые тот произнес, собственно, в день, когда Христа привели в храм. Ну и, наконец, не стоит забывать, что Дева Мария изначально являлась небесной покровительницей Тевтонского ордена и что действия, направленные против язычников, собственно, в день ее очищения, могли также служить и делу прославления ее имени. В общем счете, Герман Варерберг, насколько можно предположить, придерживал с точки зрения о том, что владелец Ливонией имел право только орден и что только он являлся защитником и исповедником католической веры в Осочи на Балтийских землях XIII-XIV веков. Исходя из того пункта, что в схожих со священным писанием в сравнениях описывались и литовские земли, походы на которые носившие цель обращения идолпокронников в истинную веру продолжались. Барерберг, очевидно, считал, что орден для вас также главным претендентом и на эти языческие территории. У меня все, пожалуйста. Спасибо.